Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы продолжаем обсуждать самые загадочные события в мире. Это события, связанные с российским рынком. Но это шутка была. Сегодня обсуждаем традиционные наши с вами истории, как что ждать от финансовых рынков, от финансовых площадок. В частности, поговорим сегодня о российском рынке акций в том числе. Сегодня у нас забавная ситуация, потому что в студии находятся одновременно три Олега. Так что вы можете, уважаемые слушатели, загадывать желание, представив, что вы где-то между нами находитесь. Итак, в гостях сегодня представляю Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росевробанка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Олег Поддымников, начальник управления институционных операций «Ланта Банк». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Олег Дмитриев, ведущий программы «Сухой остаток». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Вот такая вот смешная история у нас сегодня. Ну и, собственно, начнем. Собственно, начнем. Начнем традиционно с того, что посмотрим на картину маслом, что происходит на финансовых площадках в Москве 18.06. 0.06. И наблюдаем. Американские индексы. Американские рынки открылись. Индекс Доу Джонса чуть больше, чуть меньше, точнее, да, половина процента. Прибавляет полпроцента CP. Значит, наши ребята в отрицательной территории, но также где-то рядышком с нулем. РТС минус 0.2%. ММВБ также. Нефть начала, да, отскок, видимо, после падения недавнего. Бренд торгуется почти по 109 за баррель. Золото хорошо отскочило, кстати, сегодня, да, после вчерашнего снижения. Уже 1715 я наблюдаю его котировку. Ну и индикатор валютного рынка в диапазонах заперт. 1.2973 попытался, постучался, точнее, евро-доллар сегодня в 1.30 снизу. Вот. Ну и фунт сегодня тоже так хорошо подскочил почему-то. Сейчас мы об этом поговорим. Основной набор голубых фишек отечественного рынка торгуется разно направленно, как говорят в этом случае. И наблюдаю я. ВТБ. Обычка сегодня прибавляет больше, чем полпроцента. Все остальное скучно. Скучно! Скучно! Именно по этому поводу мы и собрались, уважаемые тезки. Да, вот так я вас буду называть. Уважаемые тезки. Скучно как-то все. Что делать? Как нам быть? Олег. Давай, Стя, начнем. Олег Ельцов. Да. Ну, что касается скучно, ну, всегда бывает затишье перед бурей. Правильно? Наверное. Ну, вот. Но я не могу сказать, что буря будет прямо сейчас. Так. Единственное из ближайших идей, которые есть на рынке, да, это мини-президентское ралли, которое, скорее всего, будет отыгрываться все-таки. Но это не будет как бы глобальный рост. Это вот перспектива ближайших там полутора недель буквально. Что касается, это что касается американского рынка, да, наш рынок, я думаю, что будет дрейфовать примерно на тех же уровнях. Вчера, например... То есть до выборов, да? Да, до выборов. Дальше пока смотреть не будем. Соответственно, вчера что произошло? Вчера произошел тест уровня 1540 по ММВБ. И он оказался довольно-таки, ну, как, оплот быков, как говорят, да? Поддержали быков. Да, поддержали. Прямо оттуда выкупили на хороших объемах. И мне кажется, что это пока такая нижняя граница диапазона, от которой мы можем немного порасти. Понятно. Понятно. Хорошо. Значит, ну, собственно, перспективу до американских выборов, да, ты нарисовал. Это краткосрочный. Олег. Олег Подымников теперь. У меня к тебе вопрос другой. Ну, или тот же, но с другой стороны. Кого выберут президент? Ну, на самом деле, сейчас скорее расклад сил в пользу действующего президента. Просто к тому есть ряд причин, да, как бы, с одной стороны, всегда действующий президент обладает определенным преимуществом. Да, он знает больше. Что действующий. Конечно, да. Он знает больше статистики, он знает внутреннее положение, он, как бы, его люди знают как президента, да, как бы, новому кандидату всегда сложнее. Дебаты так же пока, там, он 2-1 в пользу Обамы, да. Соответственно, ну, довольно высока вероятность, что все-таки Обама будет переизбран. Ну, ну, опять же, все дело там, естественно, за американским гражданом. Не знаком ни с кем из американских граждан? Ну, знаком. На каком человеке говорят? Ну, мнения довольно разные. Как бы, есть плюсы, да, какие-то у Обамы, и есть у него там существенные минусы. В то же время, там, метро мне демонстрирует определенные такие агрессивные намерения, да. Да, многие это связывают, там, с существенным изменением возможным внешней политики США, да, как бы, то тоже, что может представлять определенную опасность, да, и, соответственно, как-то повлиять, там, в частности, например, на сырьевой рынок, если будет более агрессивная политика, например, в отношении Ирана или России. Ну, вот, твои знакомые граждане, они за кого собираются голосовать? Ну, как бы, это осталось на их совести. Осталось тайной, да? Я понял, хорошо, хорошо. Значит, у нас появляются вопросы, но я все-таки, прежде чем мы начнем на них отвечать, давайте поговорим в целом о ситуации на рынках. На рынках, именно на рынках. В СИПИ, ты предполагаешь, ничего особенного не произойдет в Америке, да, несмотря на отчетность, которая продолжается? Ну, сказать нужно, в первую очередь, о том, что отчетность, в общем, выходит не самые радужные, да, и самое главное, дальнейшие прогнозы тоже. В общем-то, не очень хорошие, потому что в основном торгуются идеи, а не факты, да. Соответственно, идея сейчас такая, что отчетности, ну, дальше будут только хуже. И плюс ко всему, конечно, еще фиксальный обрыв. Это очень важный момент, потому что, если будущий президент США не сможет договориться с Конгрессом, а мне кажется, что они просто обязаны это сделать, то, конечно, Америку ждет большое потрясение. Но, опять же, я довольно позитивно пока смотрю. Мне кажется, что договоренность будет найдена, ну, потому что иначе нельзя. Ну, мне кажется, да, что дело даже не в том, что там, на каких условиях, просто, ну, как Америку не решит эту проблему. Олег, ты как думаешь? Может такое произойти? Ну, я в целом, наверное, согласен, потому что это действительно проблема серьезная. По разным оценкам, там, порядка 600-650 миллиардов будет выведено из экономики. Довольно существенное влияние окажет это на держатель неценных бумаг, в частности, снижается. То есть, повышается налог на дивиденды, да, там, с льготных, там, 15% до 35, да. То есть, это, там, повлияет на таких консервативных инвесторов, которые, там, предпочитают фиксированный доход. Соответственно, тоже определенное давление окажет. Вот. И, соответственно, все это сейчас отыгрывается активно, потому что осталось-то пару месяцев, по большому счету. Вот. Ну, времени практически нет, конечно. Да, да, да. Давайте послушаем, у нас звонок есть. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло, добрый вечер, Олег. Я, кстати, хотел вопрос такой задать по валютному рынку, да, по валютам, по Форексу. Значит, ну, скажем, до кризиса 2008 года все валюты реагировали все-таки на новости, да, на ВВП очень сильно реагировали. Ну, сегодня вышло ВВП в Британии, и фунт что-то сделался. Ну, я как раз к этому. После 2008, соответственно, вся эта парадигма исчезла, да, и вот насколько вы считаете, что сейчас, как бы, можно трактовать однозначно какую-то новость, да, то есть ВВП Англии вырос, значит, фунт должен расти. Он сегодня взял и отрос. Неожиданно причем, да, видимо, для вас. Да, не стал ничего делать, какого-то а-логичности, которая уже длится уже несколько, то есть на новостях торговать вообще нельзя, если раньше до 2008 можно было, там, выходят какие-то там PMI там или еще какие-то вещи. Всегда доллар реагировал туда, куда нужно, куда все думали. Вот. Насколько сейчас возвращается это, или это так просто, вот как с фунтом сегодня, там, допустим... Случайность, да? Случайность. Да, случайность, да. Я понял. Спасибо, Владимир. Спасибо. Давай. Ну, среди трех олегов в студии вы главный специалист по Форусу, но что я могу сказать? Есть какие-то базовые моменты, да, это безработица, это строительство домов в США, опять же, ВВП всех стран Еврозоны и в том числе ВВП Британии. Соответственно, на эти события валюта реагирует, но они реагируют как? Они реагируют краткосрочно, то есть это не задает какой-то глобальный тренд. Да, соответственно, эта новость отыгрывается в течение, там, ближайших максимум двух торговых сессий, а какие-то глобальные движения, они уже, в общем, вне зависимости от этих новостей идут. Кабель сегодня отреагировал и, в принципе, там, он сделал меньше фигуры. Фунт, чтобы прошел, меньше фигуры, да, там, до 80 пунктов, это не реакция, это смех один. Я прошу прощения, мы продолжим разговор и ответ на этот вопрос продолжим. Сейчас слушаем новости. Настя Юрьева подготовилась. Итак, добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Продолжаем наш разговор на Финам.фм программы «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. На всякий случай, я, по-моему, забыл это сделать в самом начале. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Это для вопросов, которые вы захотите задать. Ну и еще раз напомню, что большая аудитория присоединилась теперь к нашей программе. Она смотрит нас, не только слушает, но и смотрит. Для этого надо зайти на сайт финам.ру и присоединиться к вебинару, который так и называется «Сухой остаток». Итак, мы отвечали на вопрос нашего слушателя по поводу реакции валют на статистику Олег Ельцов. Давай. Ну, я, в общем-то, закончил. Ты что сказал? Ты что-то добавишь, Олег? Ну, безусловно, как бы действия мировых лидеров, глав центробанков, премьер-министров или глав стран, да, как бы, безусловно, влияют. Это далеко не новость, да. Кроме того, в последнее время сложилась ситуация, что они там задолго до некого решения формируют некий медиафон, да, и там пытаются как-то влиять просто одними там так называемыми словесными интервенциями на события. Это тоже далеко не новость. То есть, в то же время, там, действия, там, конкретные, да, там, не всегда можно прогнозировать и, соответственно, не всегда можно прогнозировать реакцию рынка на них. Уважаемому радиослушателю хотелось просто, там, может, ему пригодится, там, старый известный принцип, да, что если вы, грубо говоря, входите в позицию по теханализу, да, то и выходить надо по теханализу, а не по новостям, да, соответственно. А если входите по фундаменталу, новостям, ВВП, тогда, как бы, стоит, там, дождаться, там, своего таргета или, там, выйти по стопу. Ну, как-то так. Я понял. Ну, я с вами соглашусь, тем не менее, смотрите, вот вопрос-то прозвучал по поводу того, что насколько однозначно, да, Ря, если, ну, тоже несколько сомнительная такая фраза слушателя, что вот до кризиса все было однозначно, а потом не очень однозначно. Значит, никак не бывает. Хотя я соглашусь, да, что хороший ВВП, это позитив, да, плохой ВВП, негатив. Ставку повысили, позитив, ставку повысили, негатив. Вот, это так. И сегодня, кстати, кабель, вот, простите, фунт против доллара отреагировал на рост ВВП неожиданно хороший. Кстати, этот ВВП был связан с тем, что Олимпиаду сделали. Вот, и, типа, Британия вышла из рецессии, кто помог? Олимпиада, ура! Ну, это действительно так, вот, я сегодня читал, это смешно, но это так. Поэтому отсюда и позитив. Ну, позитив это не продолжился далеко, и я все-таки закончу ответ на этот вопрос. Все сейчас неоднозначно, потому что не делает погоду сама статистика, ну, на валютном рынке в частности. Да, погоды всегда делали у нас, ну, как правило, да, ключевое событие это уровень процентной ставки, ее изменения или ожидания изменения. А сейчас, посмотрите, пожалуйста, у всех ведущих банков мира нулевые практически ставки, да, сейчас идут валютные войны за те, кто, наоборот, да, свою валюту ослабит каким-то путем, путем Куэ-3 или Твиста или еще какого-то танца на костях. Отсюда и нет ничего однозначного. Но, тем не менее, торговать на новостях надо, уважаемые слушатели, делать это не в ожидании той или иной статистике, а просто надеясь на движуху. Ставите два стоповых ордера вокруг диапазона и флаг в руки. Вот так. Хорошо, значит, будем отвечать на вопросы, их много. Давайте начнем с российского рынка, потому что несколько вопросов касаются Роснефти и событий, и феерии. Вот тут, кстати, так и звучит. Что, на ваш взгляд, господа, можно ожидать от Роснефти в ближайшее время? Феерия закончилась. Олег, чего там с феерией? Ну, это довольно частый вопрос. Олег Ельцов, давай. Это, в общем, частый вопрос в последнее время. Очень много кто интересуется Роснефтью, и все пытаются узнать одну простую вещь. Какая будет цена? Сколько же будет стоить Роснефть? Сколько заработают? Ну, во-первых, нужно сказать, что с точки зрения долгосрока, с точки зрения долгосрочного инвестирования, да, Роснефть очень привлекательно, потому что там сейчас все практически рейтинговые агентства ставят пересмотр рейтинга этого эмитента в сторону повышения. Соответственно, нужно понимать, да, что как только рейтинг увеличивается, соответственно, инвестиционная привлекательность эмитента сразу растет. Безусловно. А что касается ближайшего времени, ну, я больше 245 рублей пока не вижу. То, что, во-первых, оттуда будут стараться продавать, выходить те, кто уже сидят в Роснефти довольно давно. И не нужно забывать, что сделка планируется по цене 8 долларов, а если переводить, если конвертацию сделать по текущему курсу, то это где-то в районе 250 рублей. Обычно прям до границы-то не доходит, да? Ну, конечно, конечно. То есть уже близко к таргету, в принципе, да? Да. Ну и плюс ко всему нужно понимать, что эта сделка, она, там было объявлено что? Что, во-первых, у BP будет выкуплена доля 50% ТНК, и еще 50% они планируют выкупить у AR объединения. Соответственно, но не факт, что у них получится. То есть многие аналитики уже начали считать, и сходится во мнении, что, скорее всего, последние 50% у них не получится пока выкупить. Не получится. Ну и вообще, если это сразу, да, брать 100% пакет, денег-то сколько? Добавишь что-то? Ну, перспективы как бы озвучены, да, все их там понимают. Хотелось сосредоточиться там на некоторых негативных моментах, в частности, да, там, Роснефть при капитализации порядка 70 миллиардов покупает компанию за 61 миллиард, да. При этом деньгами будет выплачено порядка 45, да. По нашим расчетам этот долг Роснефть увеличивает на 128% примерно. Как бы там ни было, даже если взять у ТНК кэш, который на балансе примерно 4,5 миллиарда и там в счет погашения долга, да, все равно существенный долг, все равно его нужно будет выплачивать, это приличная нагрузка. Вот, поэтому в моменте эйфория понятна и она оправдана, как бы перспективы существенные и шельф, и как бы в Западной Сибири получают неплохую долю месторождений. Но средне-долгосрочно все равно, я думаю, что участники рынка в какой-то момент вспомнят и сопоставят мультипликаторы к аналогам, и какая-то коррекция может быть. Хорошо. Еще один вопрос у нас. Владимир, тот же самый Владимир или нет? Владимир, говорите, вы в эфире. Да, день добрый. Владимир, я не являюсь специалистом на рынке акций, но так получилось, что стал владельцем нескольких акций трес-гидромонтаж. Два месяца назад пришла информация о том, что 50% данной компании будут приобретены компанией МОЗ Теплоэнергия, по-моему, так оно называется. Вопрос первый. То есть, насколько возможен рост акций монтажа в данном случае, может, ваши коллеги помогут. Второй вопрос. Насколько вообще реально в России получить обязательным акций, какие-то годовые дивиденды, вообще, сколько это вообще важно, сколько это вообще реально, и какой их размер. Владимир, еще раз, не отключайтесь, пожалуйста, потому что что-то забулькало, связь плохая. Значит, первый вопрос. Назовите эмитенты акции, которые вы стали счастливым обладателем. Да, да, это ТГРМ. 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 Ясно. Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу дивидендной доходности, что-то вас заинтересовало. Да, вообще, насколько реально в России получить дивидендов на обладательные акции? Ну, не на ТГРМ, а в принципе, да? Вообще, в принципе, да. Я думаю, это относится к инновидическому комплексу вообще России. Ну, в частности, да, я понял. Да, да, в частности. Спасибо, понятен вопрос. Ну, ТГРМ, я боюсь, конечно, задавать вам этот вопрос. Знакома вообще эта тема-то, нет с кем? Ну, как, знакома в общем. В общем, да. В общем и целом. То есть, тикет видели. Видели, да? Торгуются они? Торгуются. Нет, я вообще, честно говоря... Единственное, вот я сразу могу на вторую часть попробовать ответить. Ну, это да, это... У нас, конечно, наш рынок не славится большими дивидендами. Это как раз одна из тех причин, по которой он не самый привлекательный для иностранных инвестиций. Ладно большими. Желание им особо не славится, чтобы эмитент платил дивиденды. То есть, у нас компании, которые платят достойные дивиденды в районе 13-15%, да, их раз-два я обчелся. Да, наперещусь. То есть, по пальцам. Но вопрос, если честно, немножко в ступор ввел, потому что, насколько реально получить дивиденды в России? Да. То есть, в общем, большинство эмитентов их выплачивает. Реально, конечно. Те, кто обещает вам дивиденды, они, как правило, их платят. Тут, собственно, никакой Америки нет. Просто, наверное, надо искать эти компании. Ну, хотя и известные, да. Олег, может, ты по ДГРМ-то вот этого нет? Ну, наверное, тоже воздержусь от конкретных цифр. Другое дело, что важно понимать, за какую цену вам достались эти акции. И, там, примерно предполагать, сколько вы можете получить дивидендов. Да, возможно, там, сама доходность в процентах, там, не стоит того, чтобы их держать, да. Это первое, да. Второе, это, там, это явно, там, как бы, скорее, третий эшелон акций, да, подверженный сильным колебаниям. Спред очень широкий. И, как бы, в моменте, там, при ухудшении ситуации, просто, там, можно потерять просто на одном, как бы, спреде. Ну, я так понимаю, вот он говорил еще о том, что эта компания, да, малоизвестная, я так понимаю, становится частью какой-то более известной. Хотя я не расслышал название, честно говоря. Может быть, вот здесь какая-то идея какая-то? Ну, опять же, все будет зависеть от параметров сделки. Просто пример приведу, который мы только что обсуждали, да, ТНК-БП, Роснефть, да, то есть, если ТНК-БП платила до этой сделки, там, порядка 40% от чистой прибыли, да, то сейчас, там, в лучшем случае, это будет 25%. Вот, то есть, при этом, вот, дивиденды за этот период, скорее всего, там, выплачены не будут, да, по крайней мере, это не объявлялось. Поэтому все, все смотреть нужно сделку, анализировать. Ну, и если уж оба вопроса скомпоновать, да, надо продавать этот самый ТГРМ, брать деньги и покупать акции, которые платят, да, компания, которые платят доход. Ну, нужно еще посмотреть, где торгуются, потому что, если не изменяет память, я ее видел на РТС-борд. Вот, соответственно, а там-то ликвидность, она вообще низкая, да, и, соответственно, колебания там тоже незначительные, поэтому там. Ладно, бог с ним. Значит, вернемся к вопросам, правда, времени не так много, но давайте вот такой. Натали, Натали, спрашивает нас, Натали, добрый вечер, пора ли покупать акции Лукоила? Видимо, Натали давно сидит за ними, посматривает на них, пора ли уже? Олег. В прошлый раз, кстати, когда я был в вашей студии, мы обсуждали Лукоил, в тот момент они были совсем высоко, то есть они были выше двух тысяч. И ты говорил, подожди, да? Лучше не стоит, да. И мне кажется, что сейчас, в принципе, небольшой порции вот отсюда уже можно покупать. Ну, с учетом, да, возможного усреднения, что ли? Только с учетом усреднения, потому что по технике, опять же, только по технике бумага может сходить еще ниже. Ну, то есть Наташе мы что, ответим, да? Пора ли покупать? По чуть-чуть. По чуть-чуть. Берите по чуть-чуть, да. Акции Лукоила, они, в принципе, неплохо уже выглядят. Так, значит, у нас еще есть вопросы, но уже все, я не успею, давайте так, мы просто сделаем хорошее объявление. Сейчас мы слушаем с удовольствием, слушаем новости в исполнении Насти Юрьевой. В Москве, в Москве, в Москве, в Москве, в Финам-ФМ, на Финам-ФМ программа «Сухой остаток», а я, Олег Дмитриев, мы продолжаем наши разговоры о ситуациях на финансовых площадках. Вот здесь упрек мне, ну, в хорошем смысле слова, можете говорить телефон помедленнее, могу. Напоминаю, телефон в студии, Финам-ФМ 6510-99, 6, код Москвы 495, вы можете позвонить и задать свой вопрос. Можете для этого воспользоваться сайтом финам.фм, либо, вот как наши коллеги с финам.ру, да, постят непосредственно вебинар, смотрят вебинар и задают вопросы. Их я и читаю. Ну, собственно, давайте продолжим. Ответы на них. Третье у нас сейчас как раз посвященное в основном этом. Часть программы. Сложно всегда, такие ники здесь бывают, что их просто не произнести вслух. Ох, неприлично это. Поэтому я не буду называть. Вот один из слушателей интересуется акцией здоровьем КамАЗа. Прокомментируете, нет? Олег, Олег. Олег, Олег. Тишина. Ну, я могу сказать пару слов. Компания сама по себе как бы довольно прочная. Фундаментал у нее неплохой. У нее есть несколько позитивных факторов роста. Вот в частности, первое, там, альянс с Даймлером, он как бы расширяется, да, Даймлер увеличивает там время от времени долю в акционерном капитале. Соответственно, приносит какие-то технологии, какую-то модель дистрибьюции. Это как бы позитивно сказывается именно на технологии, на внутреннем устройстве компании. Второе, как бы там уже довольно давно ходят слухи, не слухи, но некая информация на рынке, которая говорит о том, что планируется СП с белорусским МАЗом. Сначала виден некого СП, потом, возможно, как-то это все будет более интегрировано. Тоже довольно... Это пока разговоры пока еще. Да, да, но как бы на этой новости какие-то могут игроки попытаться что-то подобрать, да, потому что МАЗ это все-таки ближе к Европе, может быть лучше дистрибьюции, усилиться продажи, как бы, ну вот в таком аспекте. Опять же, вкладывать или не вкладывать, это все зависит от вашего инвестиционного горизонта, какие бумаги торгуете, как бы надо отдавать отчет, что КАМАЗ там не самая ликвидная акция на рынке. Безусловно, понятно, это не инструмент для спекуляции, конечно. Да, 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 то есть это больше такой средний долгосрок, наверное, для, именно для инвестора, да, как бы, ну как-то так. Я понял, спасибо. Ладно, бог с ним, с КАМАЗом, действительно, это может не очень интересно, уж извините, никого я хочу обидеть. Давайте интересную тему мою, одну из моих любимых, по крайней мере, есть тем более вопросы, я сейчас их озвучу, а потом все это дело обсудим. Итак, один из вопросов, прокомментируйте, пожалуйста, золото, это разворот, но имеется в виду сегодняшний отскок, или все-таки его продавят до 200-дневной скользящей средней? Я сейчас скажу, где находится 200-дневная, график у меня есть, в общем, красота. Еще один вопрос по золоту, от него же, кстати, от этого же служителя, ну, правда, он, сейчас я его прочту, Тимирязев, вот так он себя назвал. Соотношение объемов продаж серебра и золота равны 54 к 1, серебра и золота, 54 к 1, а текущий уровень добычи этих металлов находится на уровне 9 к 1. Почему? Вопрос, будет ли ралли по серебру? Во, ну, насчет, да, соотношения продаж и добычи, это, так сказать, это такой вопрос. Вопрос второй, но, тем не менее, будет ли ралли по серебру, хотя, на самом деле, опять график, если посмотреть, то на него можно ответить. Значит, сейчас мы начнем, я открою график. Золото вот этот дневной тот самый. Так, нарисовал. Значит, 200-дневный сейчас проходит в районе 1670, подождем, 1660 доллара за тройскую унцию. Сейчас текущая котировка 1715, а поддержку, которую вчера-сегодня нарисовал нам этот инструмент, проходит, ну, практически в районе 1700. Вот такая вот замечательная картина маслом. Ну, давай, Олег, с тебя начнем. Олег Яйцов. Поступает Олег Яйцов. Спасибо. Я не думаю, что сейчас она продавит 1700. Единственное, что могу сказать, с чего началось падение. Это ни в коем случае не разворотная фигура, да, это коррекция, коррекция к росту. И, в общем, коррекция состоялась уже там 5 с небольшим процентов. Это неплохой заход вниз, и от уровня 1700... Извини, пожалуйста, мы вчера с вечерниками, как раз у меня вечерняя группа, мы Фибоначчи изучали, любимый мной инструмент, и мы рисовали как раз, да, там, от минимумов майских, от минимумов августовских, когда началась вот та выходца с треугольника, и понеслось это дело. И как раз все падает на уровень коррекции, там, где, собственно, можно и подбирать. Извини. С точки зрения тех анализа, да, то есть у меня линия тоже проходит в районе 1700, вот, и сейчас многие индикаторы начинают уже рисовать опять развороты наверх. И падение я не жду, я жду единственной проторговки этого уровня с возможным последующим заходом наверх. Просто сейчас очень серьезный уровень сопротивлению, это 1800. Уже три раза от него продавали, причем так плотно, да, не пускают пока его выше. Вот, нужно торговать этот коридор новый. Извините, я, конечно, сейчас, наверное, немножко не в тему, но уровень 1800 связан не просто с тем, что там сильно, у меня в воспоминаниях связан, не просто с тем, что там сильное сопротивление. А я вам хочу рассказать, ну, наверное, вы об этом не знаете, что не дали, как весной этого года, в рамках там определенной, значит, программы, я занимался трейдингом с небезызвестной, знаешь, ты слышал, да, с Даной Борисовой. И она у меня торговала на Форексе, мама, не горюй. Она торговала золотом, она торговала фунтом, евро, она до сих пор, кстати, этим занимается. И вот я помню, как мы продавали по 1800 это самое золото, но поставила она близкий стоп, ее выгнала, и все осталось для нее. Она сильно переживала. Я все равно говорю, Дан, не переживай, будет она на нашей улице, прости. Ну, в общем, у нее уже было несколько попыток новых от 1800. Вот такая была веселая история. Ну, тем не менее, закончили. Значит, это все коррекция, да, никакого разворота здесь не видишь? Да, это пока коррекция, ну, потому что общая ситуация в мире, да, накачка ликвидностью, она провоцирует рост именно золота, потому что пока нет уверенности в более рисковых активах, естественно, инвестиции основные потекут в золото. То есть сейчас покупают долговые обязательства, долгосрочные, среднесрочные США и золото. Олег. Добавлю пару слов. С нашей точки зрения, именно вот существенное движение по золоту пошло как раз именно в связи с движениями евро-доллара. То есть долгое время там выше 1,30 оно было, да, соответственно, сейчас доллар начинает укрепляться, с этим связывают и падение цен на золото и на нефть отчасти, да. То есть и с нашей точки зрения, именно здесь, вот именно сейчас определенная доля фундаментала, она будет играть существенную роль. Как поведет себя доллар, в этой связи стоит рассматривать золото. Пока как бы с увеличением риска на рынке, с увеличением панических настроений, все перекладываются, соответственно, в доллар. И какой-то идет выход из золота. Ну, а вот, возвращаясь к вопросу, да, от Тимирязева, соотношение объемов продаж, он где-то вычислил 54 к одному, соотношение добычи 9 к одному, ну, я так понимаю, в пользу серебра все это дело. И, соответственно, он ждет ралли серебра, ралли серебра. Будет ралли серебра, Олег? Ну, много кто ждал ралли серебра и раньше. По серебру, так же, как по золоту, тоже есть некий апсайт наверху. И, в общем-то, это тоже такой же драгметал, но все-таки я больше склоняюсь к ралли золота. Потому что у серебра есть много фундаментальных факторов, почему серебро не будет коррелировать, в общем, по полной программе с золотом. Соответственно, я бы и минерали в серебре не ждал, а все-таки торговал золотом, если делать выбор. Хотя, вот, соотношение математически, в общем-то, в пользу серебра. И вопрос, ну, уже прикладной, да, добрый вечер. Когда, по вашему мнению, покупать золото? Когда? Когда? Ну, время назовите. В половине седьмого вечера, в общем, можно и в семь. Можно и в семь. Чуть позже. Олег, скажешь, когда покупать золото? Ну, по текущим взять его, вот это 1715 сейчас. Брать, не брать? Ну, как бы на этот вопрос нельзя ответить без того, как знать инвестгоризонт, человек, который его покупает. Горизонт, денег, сколько надо обязательно. Конечно, да. То есть, если ваша цель, там, грубо, получить полпроцента процент, то, наверное, можно сделать в течение дня без проблем. Да, как бы, если ваша цель, там, получить на золоте 200-300 долларов, да, как бы, тоже, возможно, схема, при которой вы будете заходить, там, частями, как-то, там, делать какую-то пирамиду небольшую, да, ваша средняя цена будет ниже. Все зависит от того, какую просадку вы можете вытерпеть, какой у вас стоп, какие у вас, как бы, возможности, нужны вам деньги, там, завтра или не нужны. То есть, ряд вопросов сразу возникает. Согласен, конечно, конечно. Если мы профессионально к этому относимся, то просто, да, вопрос, когда покупать или, там, почем покупать, он, к сожалению, не актуален. Ладно, давайте продолжим. Значит, что нас еще здесь интересует? Вот такой вопрос, ну, несколько общий, ну, поговорить, по крайней мере, даст нам возможность. Почему наш рынок не растет, спрашивает слушатель Финамовского сайта, да, почему наш рынок не растет на растущей Европе и Штатах? О, как, Олег. Факторов, почему наш рынок не растет, очень много. Во-первых, во-первых, ну, как, я недавно слушал, здесь в студии в гостях тоже был Николай Старченко, он, в общем, сказал правильную вещь, что у нас, у нашего рынка, вот сама затея фондовый рынок, она, в общем-то, почти провалилась, да, по его словам. Но у нас что? У нас низкие дивиденды, у нас низкий фрифлот. Соответственно, инвест климат не самый приятный, мы зависимы от нефти. Поэтому в такие рынки есть более перспективные, что ли, развивающиеся рынки, нежели наши, поэтому притока свежей ликвидности мы не видим. Вот, а тока, в общем, тоже, по большому счету, нет, потому что, ну, и только забирают прибыль, да, забирают кэш и выводят. Нечего, оттекать нечего, да? Да, и поэтому, в общем, покупок пока свежих нету. Ну, понятно. Ну, вот этот ответ, на самом деле, ты добавишь что-то? Ну, добавлю, наверное, несколько слов. Соответственно, нельзя сказать, что мы падаем в отдельности от, там, сападных рынков, потому что сападные рынки тоже, там, пару дней, там, довольно существенно снижались. Технически все видят двойную вершину по S&P, как бы, там, всем это понятно, да, и все пытаются, там, играть от продаж. Ну, она, на самом деле, отработана, ну, и, там, начала отработку. Да, 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 вот, соответственно, как бы, возможно, предвосхищая какие-то эти, нас начинают продавать больше. С другой стороны, не стоит, наверное, ждать четких корреляций, как бы, простых способов заработка в стиле, растет Америка и растет мы, наверное, уже очень мало. Согласен. Согласен, ну, и еще раз я все-таки в ответе на этот вопрос подчеркну, да, у нас, ладно, никого не хочу обидеть, у нас специфический рынок, рынок фондовой Российской Федерации, он только так называется громко, на самом деле он специфический. Кто, кстати, с кем мы близко знакомы, прекрасно знают, как я, например, его называю. Ну, без обид, без обид. Еще один вопрос. Газпром, что делать? Вот, это вопрос от Андрея. Газпром, что делать? Ну, и еще в догонку, он же. Новостной фонд по Газпрому решение суда в ЕС не в пользу Газпрома не очень. И перспектива бумаги пока мне не очень понятна, это Андрей пишет. Поэтому, что делать с Газпромом? И рассматриваем мы Новотек как альтернативу Газпрома. Безусловно, довольно сложная ситуация. Тут смешались как бы и краткосрочные факторы, и долгосрочные. Из краткосрочных совершенно правильно заметили решение суда. Мало того, это будет активизироваться, да, в том плане, что признанная там Газпромом и активно используемая система, там, бери и плати, она сейчас подвергается существенным сомнениям, да, и пытаются ее многие потребители крупнейшие изменить. И самое главное, наверное, долгосрочное, это слансовый газ. Даже президент России об этом упомянул Газпрому, да, потому что Газпром долгое время считал, что это его как бы там касается мало, и слансовая революция там пройдет мимо. Но в Штатах уже добывают 35% от того, что добываем мы только на слансовых месторождениях. И это как бы очень существенная опасность для как бы бизнеса Газпрома. В то же время Газпром продолжает строительство как бы трубопроводов, Северный поток, Южный поток, все европейские направления. Олег, извини, пожалуйста, к сожалению, у нас... Конечно. Мы сейчас слушаем новости, новости, а потом продолжаем. Итак, сухой остаток на Финам-ФМ мы продолжаем, а точнее потихонечку заканчиваем. Посетовали мы сейчас за эфиром, да, столько вопросов. Столько вопросов, некогда про рынок поговорить, как раньше это было. Сели, да, и порассуждали, а тут, пожалуйста, вон что. Ну, ладно, что же, как жизнь складывается. Итак, продолжаем отвечать на вопросы. Отвечаем на вопросы. Сейчас я что-нибудь... Ну, давайте, перспективы доллар-рубль до конца года. Спрашивает тот же самый Тимирязев. Как вы их видите, Олег? Перспектива... Мне кажется, что доллар еще будет расти. Потому что новость, связанная с КУЕ, она уже, в общем-то, отыграна. И доллар на ожиданиях, что все-таки фискальный обрыв будет отменен. На этой новости, мне кажется, доллар будет покупать. То есть он будет крепчать. Это основная торговая идея. Ну, а какие-то циферки ты назовешь какую-нибудь? Циферку сложно назвать. Давай я тебе помогу. В принципе, мне это проще. Я графики, да, сразу же отрываю. Мне тут все видно. Мне сверху видно все. Ты так и знай. Значит, в настоящее время мы наблюдаем то, что пара доллар-рубль в диапазоне торгуются. 30,50, 30,50 и сейчас. 31,30, текущая котировка. В общем, все достаточно предсказуемо. Уже два месяца. Если ты говоришь, что доллар будет укрепляться до конца года, ну, фундаментально, собственно, причины вполне понятные. Что мы можем увидеть? Вот следующая вершина 32,50 или майская вершина 34, например. А то, может быть, 45, может быть. Скорее, пока 32,50. Среднесрочно 32. Да, потому что именно таких факторов, как КУЕ, третья, которая загнала, в общем, на ожиданиях на 34, таких пока нет. Олег, ты что по доллар-рубль? Ну, хотел добавить, как бы, пару факторов, да. Первое, да, в частности, что касается фундаментала. Цена на нефть пока стабильна, хотя и не на самых хаях. Как бы это, в принципе, удерживает рубль от сильного движения вниз пока, но и уверенности пока тоже не придает. Это первое. Соответственно, движение какое-то по нефти, там, соответственно, определит во многом движение рубль-доллар. Это первое. И более долгосрочно хочется напомнить, что ЦБ планирует расширить коридор валютный, а в 15-м году отменить его совсем. О, как? Соответственно, как бы... А как же вы без коридора-то? Вот, да. То есть регулироваться будет, как бы, через ставку рынок. Плюс ЦБ планирует существенно нарастить объем предоставления и финансирования банков, потому что ситуация сейчас с ликвидностью довольно тяжелая. И это еще один фактор, который удерживает рубль от сильного движения вниз. Спрос на рубли, с одной стороны, налоговый период обеспечивает, с другой стороны, там, тяжелая ситуация с ликвидностью. 6,4, по-моему, сейчас овернайт. Нет, выросла она существенно. Кстати, вот это вот, игры с банковскими ставками, с ликвидностью, это как раз не способ, еще один способ удержать рубль от падения. Можно так вообще предположить? Нет? Или это уж совсем извращение? Ну, мне кажется. Хорошо. Давайте, тем не менее, смотрите, у нас есть вопросы, которые позволят нам все же порассуждать. Сообщение от Ивана. Когда примерно, спрашивает Иван. Ну, мне всегда забавно, извините, что Иван, без обиды, все время, забавно вот подобного рода вопросы отвечать, да? Когда, когда, доколе, то есть дату и время называйте. Когда примерно мы выйдем на уровень зарубежных рынков акций? Ну, а что такое уровень зарубежных? Не знаю, я не знаю. То есть, это теория стопроцентной корреляции с западными рынками, она уже, в общем, не особо работает, это видно. Не, ну, может быть, уровень имеется в виду, уровень... Уровень оборотов? Оборотов, да, наименование, так сказать, мультипликаторов, там, количества. Ну, без серьезных каких-то структурных изменений это невозможно. И тут даже примерно, да, срок сложно определить. И, забавно, смотрите, вопрос от слушателя по имени Джеймс. Джеймс. Засланный казачок. И вопрос у него, посмотрите. Коррупция, спрашивает он, и ее влияние на наш рынок акций. Ну, хотя, с другой стороны, если он на наш говорит, значит, он наш. Все же. Коррупция и ее влияние на наш рынок акций. Что это поэтому? Олег, давай. Олег Поддымников. Ну, безусловно, коррупция имеет место быть в России. Там, может быть, чуть больше, чем в других странах. Вот. Влияние ее, наверное, различное. В частности, ну, можно какие-то примеры привести по каким-то, наверное, серым схемам, возможные какие-то закупки, да, это увеличивает косты, там, компании, особенно, там, с госучастием, да, такие примеры, там, имели место быть, да. Ну, это, в частности, как бы влияет на фундаментал. Больше, наверное, влияет на рынок, скорее, на его предпосылки появления, да, это вот приватизационные схемы какие-то, да, которые, там, привели к тому, что очень низкий фрифлоу, даже по ликвидным бумагам. В то время, как, там, на европейских рынках 80% торгуются на бирже, у нас, там, 20%, да, это тоже очень сильно влияет. В лучшем случае, да. Вот, как бы, ну, как-то так. Я понял. Ты что скажешь? Ну, можно взять в пример последнюю сделку BP и Роснефть. В общем-то, это что? Это приватизация, после которой крупная компания на 20%, там, чуть меньше, 19,75%, она входит в компанию Роснефть. Соответственно, мне кажется, что это как раз та дорога, которая ведет к избавлению от коррупции, во всяком случае, в крупных компаниях. Хотя бы, ну, у нас есть такой термин, появился недавно, разумная коррупция, да. Вот, во всяком случае, в пределах разумного ее удержать. Разумная коррупция, да, это забавно. Ну, я придумал. То есть, если что, уничтожить, знаете, ее регулировать, тогда хотя бы будем... Да, вот, ребята, вам можно вот это, а выше уже нельзя. Ладно, значит, Андрей спрашивает, что после выборов, ну, имеется в виду штатовских, коррекция? Как вы думаете, что после выборов-то? Коррекция уже началась. Вот именно. Вот, и после выборов сильной коррекции, опять же, не жду. Мне кажется, в пределах 10% вместе с тем снижением, которое уже сейчас идет. Уже есть, да? Да, то есть, 10% немного. Опять же, мягкая посадка. Мягкая посадка. Ты как смотришь на после выборов? Ну, опять же, самый главный вопрос, кто все-таки победит, да. Потому что есть на рынке некое понимание, что, грубо говоря, крупные дома на стороне все-таки республиканцев, да. Какие-то ритейл все-таки на стороне Обамы, да. А, соответственно, приходит, если к власти Митромни, да, то есть, рынок, возможно, отреагирует лучше, да. Потому что, как бы, преференции к крупным игрокам увеличатся. То есть, позитив. И наоборот, соответственно, да. То есть, как бы, ну, я думаю, что именно от победителя надо исходить, чтобы... Ну, опять-таки, да, сегодня говорили об однозначности. Однозначности никакой здесь нет, да. То есть, там, выборы закончились и увидели паровоз, да, или наоборот. Ну, сейчас еще идет сезон, точнее, период большой раздачи. То есть, нет падения, но те, кто сидят в акциях довольно давно, то есть, еще с 2008 года, например, да, у них есть основания, чтобы начать разгружаться. Они не будут открывать коротких позиций, естественно, потому... Но на каких-то задерках, да, на отскоках, на росте, они будут просто разгружать портфели. По СИП же видно было, да, что вот там подходим к 1460, да, и потихонечку тых-тых-тых-тых-тых-тых там сбрасываем. Причем небольшими объемами тоже, да, чтобы не уронить все это дело. А потихоньку избавляются, да, это логично. Вот еще замечательный вопрос, ну, как раз тема, которая постоянно будоражит, ну, мой, как минимум, да, неискушенный ум-то точно. Вопрос от Сергея. Интернет постоянно выдает новость. Ну, я так понимаю, дело не в интернете, а просто вот Сергей, как человек, далекий от того, о чем мы сегодня разговариваем. Значит, он постоянно следит за новостями о том, что рынок акций растет или не растет. День торгов начался с мажора. Это, кстати, хорошо, Сергей. Мажор это всегда хорошо. Мажор. Мажорные три звуча. До ми соль. А минорные до ми бемоль соль. Это печалька. И вопрос, Сергей. А нам, простым людям, зачем нам это нужно? Давайте. В защиту, в защиту, в защиту. Давай, Олег. Я, если честно, не совсем понял вопрос. Вот смотри, Сергей, я так понимаю, далекий от финансовых рынков просто. Он смотрит телевизор или в интернет открывает, и там все время рынок акций, рынок акций, рынок акций. Он говорит, зачем мне это нужно? Что вы пристали к своими акциями ко мне? Ну, это тянется еще, в общем, от образования. Нет у нас образования финансового. Сергей, сейчас мы не ваш огород-камень. Не, мы, в принципе, говорим о нашей стране. Потому что всегда есть какие-то механизмы, и во всем мире люди пользуются этой практикой. Да, как-то заботятся о своем финансовом положении, умеют считать. Соответственно, если есть какие-то безрисковые или с минимальным риском возможности вложиться, да, и как минимум сохранить свой капитал и защитить его от инфляции, то этим нужно пользоваться. Для этого, в общем, все и существует. Согласен, Олег. Ну, как бы, действительно, да, такой вопрос довольно такой философский, да. Да, ну, тут просто напрашивается, как бы, известная фраза, да, что вы можете игнорировать экономику, но экономика никого из вас не игнорирует. Вот, поэтому, как бы, да, это там, возможно, в России особенно занимается этим небольшая группа людей, но влияние, которое рынок оказывает и на экономику России, в том числе, оно огромное. Вот, и, как бы, оно определяет, в частности, цены на активы, на валюту, на энергию, на нефть, на все, да. То есть, как действуют игроки, по какому принципу они все это меняют, да, своими действиями. Это очень важно, и, как бы, в принципе, любой так или иначе в это вовлечен, даже если не принимает личного участия. Вот именно. То, что, да, я абсолютно с тобой согласен, да, то, что Сергей называет простыми людьми, да, то есть, кажется, человек абстрагированный, да, не принимающий в этом участие, он живет какую-то другую жизнь. Но это так кажется просто, такого не бывает. Вы же дышите воздухом, вы этого не замечаете. То же самое вы живете в финансовом мире. Сейчас-то это так. Вот. И поэтому, конечно, проблема, я еще раз повторю, я с этого и начал, цитату этого вопроса, что проблема в финансовом грамотности, финансовой грамотности населения. Вот мы, ну, скромными, конечно, какими-то своими силами пытаемся эту ситуацию переломить. Вы должны, вы должны, извините уже за это слово, уважаемый слушатель Сергей, вы должны быть в курсе того, что происходит, потому что и ваша жизнь в этом случае будет, будет иной. Ну, не могу сказать, что она будет сразу, да, красивой, счастливой и какой-то радостной. Но в любом случае у вас появляется гораздо больше возможностей. И все, о чем мы говорим, это ваши возможности для того, чтобы, а, сохранить, б, приумножить ваш капитал. Капитал, он, в любом случае, это вещь для всех актуальна. Друзья, еще раз я благодарю всех за внимание. Ну, вот видите, так, долго ли, коротко ли время закончилось. Да, спасибо моим сегодняшним гостям, Олег, Олег и Олег. Это был «Сухой остаток». Всем успехов на рынке. Счастливо. Счастливо.